продолжая заготовки на зиму перерабатываю по речку буду делать из нее сок решила приготовить в этот раз для начала ее необходимо хорошо промыть мыть буду прямо в раковине предварительно ее помыла чистящим средством высыпала туда смородину и затем буду ее промывать под холодной проточной водой с добавлением пищевой соды затем еще раз промоя все чистой водой дам немножко стечь воде и буду прогонять через соковыжималку веточки очищать не буду если будут попадаться какие-то листочки тоже не буду убирать в веточках также находятся полезные вещества поэтому буду использовать продукт по максимуму сейчас оставлю прям так отмокать минут на пять соберу с поверхности мусор который остался и уже затем спущу воду наберу еще раз чистую буду промывать ну и сразу откидывать на доршлаг веточки как сказала убирать не буду вот уберу только вот этот вот мусор ну и мусор буду убирать при помощи сита так это будет сделать проще игры будучи Паричка моя уже чистая, теперь буду прогонять ее через соковыжималку. Вот такое количество сока в итоге у меня получилось, это 7 литровая кастрюля, здесь приблизительно половина, и так как сок получается достаточно густой, так его пить все равно будет невозможно, поэтому я буду разбавлять его водой. Ну а для того, чтобы использовать еще полезности, которые остались в жмыхе, я залью водой этот жмых, доведу до кипения, затем процежу и добавлю уже к самому соку. Воды буду добавлять приблизительно тоже 3 литра, то есть буду разбавлять где-то 1 к 1. Сахар ориентируйтесь на свой вкус, я после того, когда доведу до кипения, попробую, необходимо добавлять сахар или нет, но буду стараться добавлять по минимуму. Вот я думаю, вам видно, что жмых остался достаточно сущный, конечно, здесь много всего осталось. Для того, чтобы удобнее было отжимать, ну вот сделаю, как я говорил, проварю. Все, теперь перемещаю на огонь и буду доводить до кипения. У меня уже на подходе, скоро закипит и необходимо периодически помешивать для того, чтобы более равномерно все это распределялось. И буду процеживать сразу во вторую кастрюлю, где у меня находится отжатый сок. И потом все вместе буду доводить до кипения. Когда практически закипит, попробую, сколько необходимо добавить сахара. Ну, вы ориентируйтесь на свой вкус. Храниться и так будет достаточно неплохо, так как здесь содержится кислота. Вот, например, яблочный сок я закатываю вообще без сахара. Ну, я весь сок уже отжала, перелила в большую кастрюлю. И у меня здесь получилось, ну вот, практически 8 литров. Добавлю сейчас полстакана сахара. Сахара, кстати, попробовала, не очень он кислый, ну, по крайней мере, для меня. Поэтому насыплю половину стакана, перемешаю, подожду, пока растворится. И при необходимости добавлю. Доведу до кипения и прямо горячим буду разливать в стерилизованные банки и сразу закатывать. Я банки уже подготовила, помыла их и простерилизовала в духовом шкафу. Все, ну, теперь буду доводить сок до кипения. Доводить до кипения буду, не накрывая крышкой. И сейчас еще подготовлю крышки. Промою их и тоже простерилизую. Доводить до кипения. Продолжение следует...